Ребята, согласитесь, что в морозный холодный день всем хочется немного тепла. Согласны? Давайте мы друг другу подарим тепла. Улыбните своему соседу по парте. А теперь улыбнитесь тем, что сзади вас. Теперь улыбнитесь, пожалуйста, мне. Замечательно, у вас прекрасные улыбки. Ребята, математика, наука древняя и очень интересная. Без математических расчетов было бы невозможно ничего. Запуск ракеты в космос и даже оклейка стен обоими была бы невозможна без математических расчетов. И сегодня на уроке мы с вами в этом убедимся. Я желаю, чтобы каждый из вас сегодня совершил хотя бы небольшое, но открытие для себя. Если вы готовы работать, покажите мне свою готовность. Замечательно. И у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, любите ли вы праздники? Да. Любим. А какой праздник бывает только один раз в году и про него поется в очень известной песне? Илья? День рождения. Конечно, на день рождения вы получаете много-много подарков. А какой сладкий десерт готовят вам ваши родители? Варят? Торт. Совершенно верно. Торт. Давайте представим. Вы позвали к себе на праздник, на день рождения друзей. И вам нужно всех угостить тортиком. Торт один, а гостей много. Что вы будете делать? О чем? Делить на части. Делить на части. Да? Делить на части. Делить этот тортик. Делить на доли. Итак, скажите, пожалуйста, как вы будете это делать? Представим, я пришла к вам в гости на день рождения, и ваши друзья сидят. Я взрослый человек, значит, мне кусок большой. Но вы маленькие, вам поменьше. Правильно я поступаю в такой ситуации? Василиса? Нет. Нет. А как нужно? Как быть, Соня? Нужно разделить торт на равные части. Чтобы никому не было обидно, да? Совершенно верно. Разделить торт на равные части. Торт у нас целый, да? И мы делим его каждому на равные части. Совершенно верно. Когда еще в жизни нам требуется целый предмет делить на несколько? Давайте подумаем. Мигита? У нас есть шесть котелек. Один. Одно целое нужно разделить на несколько. Вика? У нас есть одно яблоко. Яблоко. Можно посолить его на дольки, чтобы съесть и не подавиться. Отлично. Еще, Рома? Например, у нас есть одна мандаринка, а один номер. Мы можем мандарин помыть, почистить и потом разделить на дольки. Замечательно. Совершенно верно. Но мы же с вами на уроке математики, да? И нам с вами нужно говорить математическим языком. Как же в математике будут называться такие части? Мы с вами сегодня ответим на этот вопрос. У каждого из вас лежит круг. Возьмите его, пожалуйста, в ручки. Представим, что это тот самый торт. Вам его нужно разделить на... Угостить двоих людей. Как мы будем с вами делить этот торт на две части? Максим. Мы будем складывать. Как? Будем складывать. Что нам нужно с ним сделать? Сложить как? Сложить пополам. Да? Пробуем. Складываем пополам. И виние сгиба все у нас должны быть ровненькие. Сложили пополам. Показали мне. Раскрываем наш круг. Сколько одинаковых частей у нас с вами образовалось? Это две. Хорошо. Можем ли мы еще разделить этот круг на несколько частей? Даша? Да. Так, сложить еще раз пополам. Пробуем. Первый раз. И второй раз. Обязательно все линии сгиба у нас должны с вами быть ровненькие. Так. Подняли, показали как? Разворачиваем наш круг. Сколько равных частей Маши у нас образовалось? Маши образовалось четыре равные части. Четыре равные части. Можем ли мы еще этот круг разделить на части варят? Да. Да, каким образом? Мы можем сложить кругом еще. Еще раз пополам. Пробуем все вместе. Первый раз сложили, второй раз и третий раз. Показали. Так, раскрываем наш круг. Сколько получилось, Макар? Восемь равных частей. Хорошо. А теперь возьмите, пожалуйста, простой карандаш и закрасьте одну часть. Только одну часть. Кто-то делал ровненько сели. Так, доделываем. Так, поднимите, пожалуйста, покажите мне. Замечательно. Опустили все. Круги отложили в сторону. Итак, какие у нас могут возникнуть вопросы? Как называются такие части в математике, да? Еще какие вопросы могут возникнуть? Дима. Как в математике звучат? Как записываются, да, такие части? Как нам их записать, эти части? Как их находить. Как их находить. Совершенно верно. Как разделить другие части. Хорошо. На все эти вопросы мы с вами сегодня постараемся ответить. Ребята, в математике такие части называются доли. А одна из этих частей – это доля. Мы понятия сегодняшние на уроке закрепим на доске. Давайте попробуем самостоятельно определить, да, из нашей практической работы, что такое доля. Что это такое? Пробуем, думаем. Маша. Доля – это когда от какого-то другого или от какой-то геометрической фигуры ее разделили на несколько кусочек материалов. Когда какое-либо целое. Это может быть не геометрическая фигура. Мы приводили в начале урока пример. Это мандарин, яблоко, торт. И я пробуем еще. Доля – это часть примера. Часть какая-то. Какая? Да, давайте более уточним, Артем. Равная часть. Это одна, да, доля? Это одна, ребята, из равных частей целого. Одна из равных частей целого. Мы с вами что сделали? Закрасили какую часть, Настя? Долю. Одну долю. А всего круг на сколько частей мы разделили? Мы разделили круг на 8 частей. На 8 частей. На 8 чего, Илья? Доль. На 8 доли. Хорошо. Итак, как же нам с вами ответить на эти вопросы? Да, мы с вами будем все записывать по очереди. Записывать, отвечать на наши вопросы. Первое, что я сделаю сейчас, я запишу новые числа на доске. Вы, пожалуйста, на них посмотрите. И попробуем сравнить эти числа с той работой, которую мы с вами делали. Итак, обратите, пожалуйста, внимание на доску. Перед вами три числа. Попробуем с вами сравнить эти числа с той работой, которую мы делали. В первый раз, на сколько доль мы разделили с вами круг? Лиза. В первый раз мы разделили наш круг на две части. На две доли, да, на две части. И когда мы работаем только с одной долей, мы ее записываем наверху. В следующий раз, во второй, сколько у нас получилось одинаковых частей круга, Саша? Четыре части. Четыре части. Четыре части это число у нас записано, обратите внимание, под чертой. А над чертой что записано, Вика? Конечество. Одна, да? Та, которая у нас взята. И в третий раз сколько частей у нас, Максим, получилось? Восемь. Восемь. И доля это одна, да? Одна из восьми. Как же правильно читаются такие числа? Где мы с вами можем найти ответ на любой наш вопрос? В принципе. Свет. В учебнике. Конечно, открываем наши учебники на странице девяносто два. Страница девяносто два. Про себя. Прочитайте, пожалуйста, ту информацию, которая записана возле красной черты. Кто прочитал, ровненько сели. Итак, какое открытие для себя вы сделали, прочитав учебник, Илья? Страница девяносто два. Мы можем назвать одна вторая. Одна вторая. Давайте попробуем, да, назвать числа, которые у меня записаны. Первое число называем, Никита. Одна вторая. Одна вторая. Следующее число пробуем назвать, Соня. Одна четвертая. Совершенно верно. И третье число, Саша? Одна восьмая. Одна восьмая. Умнички. Как же нам правильно записывать в математике доли? На этот вопрос мы с вами ответим после физминутки. Встаем немножечко. Нам надо... Ребята, в самый холодный, да, морозный день, чего хочется нам? Куда нам хочется? Тепла, да. Теперь давайте мы с вами закроем глазки и представим, что сейчас жаркий летний день, а мы с вами плаваем в бассейне. Как будем плавать? Показываем ручками. Показываем. Плаваем в бассейне. Наслаждаемся в теплой погоде. А теперь мы с вами играем в пионер-бол с друзьями. Как будем мяч подкидывать над собой? Показываем. Отлично. А теперь мы наслаждаемся красотой природы и гуляем по лесу. Как мы будем с вами гулять ножками? Да, пройдемся немножко. Отлично. Открываем глазки и возвращаемся к математике. Тихонечко спрашиваемся. К какому вопросу мы с вами возвращаемся? Вика. Как в математике записывать доли? Открываем тетрадочки. Записываем сегодняшнее число. Сегодня у нас 22 декабря. Какой для себя новый знак вы увидели в записи чисел на доске? Артем. Черта. В математике черта означает знак деления. Число под чертой у нас с вами обозначает, на сколько равных частей у нас разделено целое. Число над чертой обозначает долю, с которой мы работаем. Одна доля, одна вторая, одна восьмая. Сейчас обратите, пожалуйста, внимание на доску. На экране будут размещены геометрические фигуры, которые разделены на части. Наша с вами задача назвать долю правильно и ее записать. Но для того, чтобы нам это задание выполнить правильно, прочитайте, пожалуйста, алгоритм, который у вас на столах. Наш план, да, по которому мы будем работать. Прочитали его каждый при себя. Подписали в тетрадочках номер один. Что нам необходимо в первую очередь сделать, чтобы записать долю? Настя. Надо посчитать, насколько равных долей разделено целое. И записать это число под чертой. Так, считаем. Никита. Получается шесть. Шесть. Сначала, обратите внимание, мы с вами проводим черту. Она у нас... Сколько занимает места? Илья? У меня две. У меня две? Одну. Проводим черту. Да, у нас одна клетка. И в каждую цифру записываем клеточку. Под чертой записываем какую цифру? Цифру шесть. Шесть записаем. Шесть частей. Над чертой записываем, Настя. Чифру один. Мы будем записывать через запятую. Поэтому запятую мы ставим напротив знака черты. Кто назовет долю этой фигуры? Макар? Одна шестая. Одна шестая. Совершенно верно. Следующая. Следующая. Так. Проводим сначала черту в первую очередь. Под чертой записываем, Никита. Девять. Девять. Над чертой, Вика. Один. Назовите, пожалуйста, Федя долю. Одна девятая. Одна девятая. Совершенно верно. Запятая. Следующая фигура. Одна шестая. Так. Проводим черту. Злата? Десять. Где записываем? Снимать. Под чертой записываем. Десять. Над чертой, Злата? Снимать. Один. Как назовем эту? Один. Одна десятая. Одна десятая. Одна десятая, конечно. Следующая. Давайте. Макар. Одна вторая. Нет. Есть кто? Нет, согласен. Так, объясняем. Артем. Потому что тут неравные части. Совершенно верно. Обратите внимание. Молодец, что заметил. Фигура разделена на неравные части. Можем ли мы сказать, что эта часть у нас одна вторая или одна четвертая? Настя. Нет. Нет. Можно сказать, потому что фигура разделена не на равные. Совершенно верно. А доля у нас одна из равных частей целого. Запишем ли мы какое-либо число в этом случае, Артем? Нет. Совершенно верно. Ровненько сели. Кто записал все? А теперь представьте ситуацию. Вы пришли в гости на день рождения. Торт разрезали на два куска. Один дали вам. Один кусочек дали вам. Большой кусочек будет у вас? Да. Большой. А если торт разрезали на восемь частей, такой же большой кусок получится у вас? Или меньше, Василиса? Меньше. 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 Как вы думаете, необходимо ли нам с вами уметь сравнивать доли? Настя? Да. 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 Мы с вами потренируемся и выполним следующее задание. Номер два. Записываем номер два. В этом задании необходимо назвать доли круга и сравнить их. Какие знаки мы будем использовать для сравнения? Артем. Для сравнения, какие знаки мы будем использовать? Больше, меньше или равно. Совершенно верно. Мы с вами сравним первый и второй круг, третий и четвертый. Сначала необходимо назвать первую пару, сравним вместе. Называем долю первого круга. Маша? Под четвертый мы будем вписывать цикл шесть. Так. А на пятый четвертый мы будем вписывать цикл шесть. Один. Назови, пожалуйста, долю. Одна шестая. Называем долю второго круга. Сережа? В соседине мы будем писать цикл четыре, а вверху будем писать цикл один. Получается одна четвертая. Одна четвертая. Теперь, да, нам необходимо с вами сравнить. Кто готов ответить, какая доля у нас больше? Дима? Доля круга. Ну, называй ее, Дим. Одна четвертая больше, чем одна шестая. Знак мы ставим напротив знака черты. Одна четвертая больше, чем одна шестая. Обратите внимание, да? Сядьте ровненько те, кто согласны с Димой. То есть у нас доля одна четвертая большего размера, чем одна шестая. Сейчас запишите, пожалуйста, самостоятельно и сравните доли третьего и четвертого круга между собой. Кто доделает, ровненько сели. Вика, выйди, пожалуйста, запиши нам доли и знак, который ты поставила между ними. Под чертой мы записываем восемь, а сверху черты один. Назови ее правильно. Одна шестая. Тут под чертой мы записываем два, а сверху один. Одна вторая. Одна вторая больше, чем одна восьмая. Совершенно верно. Присаживайся. Кто выполнил так же, ровненько сели. Согласны с Викой. Хорошо. Итак, мы с вами давайте сейчас закрепим навык сравнения и поиграем в игру «Верю-не верю». Ручки убрали. Если я сейчас буду говорить верный факт и вы согласны со мной, то вы ручки вперед протянули. Умеем так? Покажите, пожалуйста. Вот, отлично. А если я буду говорить неправду и вы мне не верите и не согласны, закрываем ушки. Готовы? Все ровненько сели. Итак, одна третья больше, чем одна девятая. Ну, так, отлично. Сели ровненько. Следующий факт. Одна вторая меньше, чем одна четвертая. Молодцы. Хорошо. Все ровненько сели. И одна четвертая больше, чем одна восьмая. Так, молодцы. Хорошо. Ровненько сели. Итак, ребята, давайте мы с вами сейчас возвращаемся в начало нашего урока. С каким математическим понятием мы с вами сегодня познакомились, Варя? Сегодня мы узнали с математическим понятием доля. Доля, совершенно верно. На какие вопросы мы должны были сегодня ответить для себя, Настя? Как записывать долю? Как записывать долю еще, Илья? Что такое доля? Что такое доля еще, Света? Как найти долю. Так, еще. Как сравнить доли, да? Давайте вспомним, что такое доля, что такое доля, Тимофей? Доля – это одна равная часть из целого. Одна из равных частей целого, совершенно верно. Как правильно записывать долю? Под чертой мы записываем какое число, Лиза? Тут мы записываем число, насколько мы поделили частей какой-то предметы. Да, на сколько частей разделено целое. Сколько всего долей? А над чертой мы какое записываем число? Сколько долей взято, да? Одна доля из восьми. В начале урока, ребята, я пожелала вам, чтобы вы сделали для себя небольшое, но открытие. Какое открытие для себя вы сделали, Настя? Я узнала, что такое доля. Замечательно. Я узнала, что такое доля, как выходить, как сравнивать долю и как обозначать ее на все. Рома? Я узнала, что такое доля, как выходить, как делить равные предметы. На равные, да? На равные части. Хорошо. Вика? Я узнала, как записывается доля. Конкретно узнала, что такое доля, и я научилась ее сравнивать. Замечательно. Мы с вами живем в современном мире, да? В мире современных технологий, где можно в ту же секунду поделиться новостями, которые у вас произошли. У вас на столах лежат модели мобильных телефонов. Напишите, пожалуйста, смс-сообщение своему брату, или своим родителям, или своим друзьям. Что сегодня на уроке вы узнали? Чему на уроке вы научились? Запись вверх. Спасибо. 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 Кто дописал ровненько селью, чтобы я видела, что вы готовы? Кто готов поделиться? Там. Настя. Здравствуйте. Я сегодня узнала, что такое доля. Как ее находить, как обозначать ее на письме и как себя обновлять. Замечательно. Макар, слушаем тебя. Мам, привет. Я узнала, что такое доля. Никита, слушаем тебя. Привет. Я сегодня думаю, что такое открытие в своей жизни – это доля. Угу. Кому написал такое сообщение? Брату. Так. Вика. Мама, я узнала, что такое доля. Я научилась ее находить и даже ее сравнить. Замечательно. Прекрасно. Ребята, спасибо вам большое за урок. Вы большие молодцы. И я бы хотела отметить тех, ребят, кто на протяжении урока работал и заработал себе хорошую оценку. Это Лиза Алюнина, Илья Атюков, Плешков Никита и Рейдер Вика. Спасибо вам большое за этот урок. А теперь встаньте те, ребята, кто по своему мнению заработал сегодня отличную оценку, но я его не назвала. Были такие? Ну, не стесняйтесь. Все. Артем, да? Ты сегодня тоже получаешь оценку 5. Молодец. Все. Спасибо вам большое.